...фактически одинаково, но сегодня, с учетом того, что ночью было холодно, подморозило, сейчас уже плюс, это все растаяло, несколько, десятков мелких аварий все-таки произошло за это время, у нас есть прекрасная возможность следить в режиме яркого времени за дорогами по данным ЦУБД, практически сейчас оценивается 6 баллов. Ну и вот что еще, обсуждали сборы, ну и как нет, обсуждали, с другой продолжает падение, на открытии торговых московской биржи, на салютах потеряла несколько падений. Так, всем привет! Купили антисептик вот такой, хотя я, знаете ли, может там обычная вода, откуда мы знаем, антисептик это или нет. В общем, брызгаем. Слушаю, да, привет, моя дорогая, конечно, слушаю. Езеля у нас в прямом эфире. Ты мне скажи, пожалуйста, ты вообще там как себя чувствуешь? Так, умоляю, что у вас висит на шее, у меня висит на шее ошейник, пропуск, уже моя эта вся истрепалась карточка, я вот такую штучку себе сделала. Красноярск, привет, Данил с Викой. Да, смотрели вчера, да, сториз Никиты Шалюкова. Здравствуйте, Якутия. Я лучше кашляю только сильно, надеюсь, сегодня в эфире не буду кашлять. Надеюсь. Брызгай там всем чё. Под руками есть. Грузия, привет. Милан, вот, Милан, привет. Привет. Ребят, что происходит в Италии, я как бы, когда вижу реву, честное слово. Вы там держитесь, мы с вами. Не дай бог-то никому пережить. В общем, по итогу, по поводу Шалюкова. Я начала ему писать, потом я знаю, что Шалюков живёт с Юлей Романовой. Начала писать ей и говорю, Юля, давай что-то делать, потому что если к нему никто не приедет, мы подключимся и приедем с телевидением. Ну, в общем, Юлька там так орала на скорую, что скорая примчалась. По итогу, значит, ну, как говорит скорая, что у Шалюкова обычная простуда, что он сильно простудился. Ну, уже четвёртый день у него держится температура, ночью до 39-38,5. Ну, будем надеяться, что всё будет нормалды. А так, в принципе, ребят, ну, как говорится, Россия, одним словом. Сегодня вот прочитала в новостях, что сбежала одна женщина из коммунарки. Ну, женщина, видать, добрый вечерок, которая коронавирусом болеет. Вообще, честно говоря, Виктория Ди нравится Дани... Ребят, нравится, конечно, нравится. Кто такой Даниил вообще? Этот... Нет, у него не взяли мазок на вирус, потому что сказали, зачем его брать, поехали вон от Седова. Ну, в общем, не могу я на эту тему рассуждать, потому что сейчас из меня попрёт, не хочу. Не в моей-то компетенции. Казахстан, привет. Я так понимаю, всё больше и больше изолируется... Беляков, кто... Да что там у них в Казахстане? Тоже казахи, молодцы, всё перекрыли, всё закрыли сразу. Кто по нации Виктория Ди, не знаю я. Набережные Челны, привет. Ребят, как там у вас обстановка? Рассказывайте, кто из Милана, пишите. Италия, держитесь. Ну, будем надеяться, что всё это пройдёт. Чем быстрее, тем лучше. В Казахстане пока всё норм. Ну, вроде у вас закрыли школы. Ну, да ладно, давайте. Мне вот вчера я что-то так ночью лежала и думала, вообще есть ли этот коронавирус. Ощущение, что его вообще нет. Что это как бы обычная простуда в тяжёлой форме. Польша, Литва закрыта. Привет, Калининград. Калининград. Кстати, сегодня мы снимаем очень интересную программу. У нас сегодня очень много прилетающих из других городов. Слава тебе, Господи, и не из других стран. Поэтому мы все будем работать в масках. Это указание руководства. По-моему, у нас и Йосиф Аганисян в эфире. Всё прекрасно, он на сейшиках кайфует там. Правда, не знаю, знают ли они информацию про сейшики, но не будем их купить. Интернет слабый. Не хочу тратить на трапик. Понятно. Как твоя жена? Нормально вы долетели? Да, всё хорошо. Молодец, Йосенька. Давай-ка, ведись себя интеллигентно. Наташа, что вы здесь снимаете без нас-то? Что снимаете? Сегодня мы снимаем бомбическое шоу. Я тебе потом напишу. Сейчас я не могу говорить. Я понимаю, всё втайне. Всё втайне. Всё, люблю ты, люблю ты по касике. Красавец мой! Как уйдёт эти косички. Я ему сначала сказала, не идёт, а теперь говорю, идёт. Тебе прекрасно. Значит, смотрите, друзья. Наши потрясающие участники Сдымбрили на острова. Ну, как бы срок беременности, естественно, растёт. Милан, нормально. Я, например, не знаю ни одного заболевшего лично. И слава Богу, что вы не знаете. И не надо вам узнать. И на СССР улетели... Ой, господи. На СССР улетели все участники телепроекта Дом-2. Спаси свою любовь. Таня, привет, моя дорогая. Татьяна Светлова у нас в прямом эфире. Задавайте вопросы. Если у Тани будет время, она вам ответит. Ребятки, на СССР улетели все участники телепроекта Спаси свою любовь. Воронеж, привет. Спасибо, ребят. Сегодня мне одна острова закрывают из-за коронавируса. Я тоже тебя, Танечка, очень сильно люблю. Моя птичка ненаглядная. Жду тебя на работе, моя дорогая. Будь аккуратна. Давайте с Богом, с Богом. Аккуратненько там, по-добренькому. Погода у нас очень противная. Солнце светит. Просто ужас. Светлова тоже нас... Да нет, Светлова едет на работу. Нашел бы. Вы что, ребят, приколынитесь? Дорогие друзья, я не крутая. Я самая обычная, среднестатистическая. Татьяна Владимировна, нет, не улетел. Украина, привет. Юля и Даня вместе. Кто это такие? Кто такие Юля и Даня? Строкова говорит фигню за Москву. Ребят, ну ничего страшного. Иногда бывают ошибки. У Татьяны была ложная информация. Татьяна Строкова потом ее опровергла. Поэтому не надо вот эти вот сразу истории выдумывать. Значит, сегодня мне пишет одна подписчица. Ребят, вы ошибаетесь. Я обычно... Славянск, привет, мои птички ненаглядные. Пишет мне одна подписчица, сколько можно отвечать на одни и те же вопросы. Лучше отвечайте на вопросы. Я хотела ответить. Вы что, добрый вечер? Мне какие вопросы задают? Я на те и отвечаю. Денис Соленый? Денис Соленый, конечно. Вы все ждете, когда что-то у кого-то произойдет. Все стабильно. Благовещенск, привет. Передаю вам всем привет, ребят. Кто ведущий на острове? На данный период времени Антон Бехович будет работать в пять смен. Беликова вернется... Ребят, ну если вы смотрели сегодня выпуск, вы бы мне не задавали такой странный вопрос. Денис уже отказался от Романова. Он от нее не отказывался? Что ж вы так прям... Сосновка, привет. Алена улетела? Нет. Должанский улетел? Да. Сочи, привет. Майя, привет. Привет, Светогорск, привет. Ой, Майя, говорю, господи. У Майи дела нормально. В Новосибирске никакого нет вируса. Но это прекрасно. Сибиряки, они, как говорится, выстоят. Тбилиси, привет. Тбилиси, здравствуйте. Благодарствую. Как ты думаешь, Олеся и Сережа помирятся? Я отвечала на этот вопрос в сторис. Ребят, смотрите мои истории, пожалуйста. Самара, привет. Я думаю, они помирятся, потому что у Сереженьки вы не круто, а и я. Благодарствую. Осетия, привет. Боже мой. Я думаю, помирятся и Сережа, и Олеся. Мне больше всего нравилось, когда мне предъявляли претензии в рубрике «Вопрос-ответ», когда писали, почему вы врете, мы уже все давным-давно знаем, что Олеся ушла с проекта. Вы врете, как вам не стыдно, вы взрослый человек. Добрый вечер. Белая и Женя помирились. Я вам больше скажу, Белая и Женя поженились. О, Строгожска, привет. Здравствуйте. Перим, привет. Салам алейкум. Валейкум ас-салам. Любите... Естественно. Как можно не любить свою работу? Стрелков. Тихо. Перим, привет. Строкова, почему так? ДНР, привет. Красноярск, привет. Вам не надоело отвечать на вопросы? Лучше отвечайте на вопросы. Да. Нет, а там было так. Организация шоу ББ очень хорошая, спасибо, благодарствую. Когда закроют дом? Никогда. Сегодня читала, у кого спирт в организме, вирус не берет, так что бухатр... А вчера еще вроде бы сказали, кто курит, того тоже не берет вирус. Я постараюсь. Если ничего не слетит здесь у нас с интернетом, то это сохранится и конечно же. Степа улетел, естественно. Не трогайте, да. Благодарствую. У меня нервы железные, да. Меня сложно вывести из себя, но если вывести, то, как говорится, трындец будет. Черно на Сейшелах остается жить, Белоруссия закрывает границы. Ребят, мы будем надеяться, что в течение месяца все установится. У нас коронавирус. Ну как у нас коронавирус? Только что сказали, 33 инфицированных. Один сбежал. 300 на карантине в этой же больнице. А там кто его знает? Кира не ходит в детский сад. У Насти и Виталика есть шанс? Кто это? Виталик, Настя. Я уже все поперекутала с этим коронавирусом. Кто такие Настя и Виталик? А, нет, нет у них шанса. Виталик и Воровский. Ребят, я не могу вам отвечать за Федю. Федя выставил пост с Анитой. Я, к сожалению, не было у меня возможности почитать этот пост. Давайте будем смотреть эфир и увидим, с кем там Федя. Федя сегодня с Настей, завтра с Петей. Ребятки, значит, по поводу Юлии Ефременковой. Прекращайте мне задавать тупорылые вопросы. Задавайте вопросы эти Юлии. Вчера у нее была в сториз рубрика «Вопрос-ответ». Задавайте ей этот вопрос. Уманский ушел? Нет, но Уманский на проекте. Коронавирус боится тепла. Ну, вроде бы так говорят, хотя странно, почему он не побоялся тепла, которое было... Хотя, я не знаю, в Китае тепло там было на тот период времени или нет. Не знаю. Говорят, что да. Да, ведущие наши на карантине, конечно, естественно, как вы хотите. Вы же смотрите и следите за нашими ведущими. Естественно, они на карантине. Соблюдают полностью распорядок, конечно. А Ефременковой задаем, она даже не отвечает в комментах. Ну, тогда, если она не отвечает, я что могу отметить? Я говорю, человек на больничном, вы мне не верите. Все досвидули. У нас откуда-то появились конские мухи. Это означает, что будет потепление. Заполняла анкету к вам. А, понятно. Вот мне тоже писали, что Скалон с Ивановым. Вот, честно говоря, я не поняла, когда это она уже успела. Намотаться с ним. Так. Владивосток, привет. Привет. У нас опять снова зима. У нас минус 9 ночью. Нет, у Юлии Ефременковой камни в почках. Вы же все знаете, ребят. Что вы прикалываетесь? Это, кстати, не смешно, но вот серьезно. Милан, не боюсь вируса, боюсь, что не смогу прилететь в Москву. Ну, давайте подождем. Я думаю, что все будет нормалды. Спад в любом случае когда-то произойдет. Если границы закроют, как беременяшки рожать будут? Да не закроют, ребят. Сегодня в сториз у Влада Иванова с Катей что? С Катей в постели. Что вы говорите? Надо мне глянуть его сториз. Почему к Строковой нет прихода? Откуда вы знаете? Есть к ней приход, не хочет она ни с кем знакомиться. У нее еще пока прошлые отношения сложные были. Тверь, привет. Так, по поводу Влада Кадони. Спросите у Ксюши и у Влада, пожалуйста. Я вас умоляю. Заклинаю, добрый вечерок. Вместе они там или нет? Геленджик, привет. Полетят, все полетят, не переживайте. В скором времени все полетят. С чего пошла история, ушел ли Денис? Я вот это вот не поняла, честное слово. Нет, ребятки, я не приболела, не переживайте. Я потому что недавно только встала, как говорится. Почему вы недолюбливаете Яворовского? Понятно. Кто это вам сказал? Странный народ. Ну ладно, сколько людей, столько и мнений. Кто полетит из ведущих с ними? На данный период времени ведущий Антон Бекужев уже там. На острова все улетели, потому что идет стройка. Я дома живу, да. Рост у меня метр пятьдесят девять. Там в сториз Саша выставляла, как мы в пятницу снимали шоу. Ну была небольшая задержка, и мы там с Жориком танцевали. И мне написали в Директ, фу, какая вы страшная, маленькая, жирная, толстая. Ну в общем, короче. А я что, когда-то говорила, что я высокая, стройная, худая? Ладно. Обратно как? Ну, обратно же все летают через Дубай, поэтому Дубай это не закрывают границу. У них там все спокойно, тем более у них там тепло. И как говорят, что вирус боится высокой температуры. Я не буду вас забывать, да, я буду вести чаще стараться прямые эфиры. Шалюков заболел очень сильно. У него, видимо, мне так кажется, осложнение, потому что температура у него то падает, то поднимается. Ну, она у него достаточно высокая. И Сорока на хвосте принесла, что... А, спасибо вам большое. Что он был в сауне. Я думаю, из-за этого он и заболел. Кто не знает меня, ребят, заходите ко мне на страничку, там все написано. То, что, как, почему, зачем, откуда. Италия, Испания тоже тепло, а там вообще пипендрики. Это точно. Так, а что делать-то? Мы ждали очень долго. Жорик танцует, я думаю, дай-ка я тоже выйду, станцую с ним. Дубай закрывают завтра. У подруги путевка была, уже не летит. Серьезно? А я не вру. Я просто, ну, информацию знаю на вчерашний вечер, поэтому я по поводу этого даже выдумывать ничего не буду. Я не вру. Реально, я, ну, из источников знала, что там есть случаи заражения, но не до такой степени, чтобы они закрывали границы. Где это можно прочитать по поводу закрытия границы, что Дубай... Нет, ребят, ну, это понятно, рейсов много отменили, это естественно, это процесс такой, нормальный. Белоруссия, понятно, Россия закрылась Белоруссией, но... Но я нигде не вижу это в СМИ. Говорят, наоборот, вирус не выживает, где влажный климат. Это типа Калининград. В общем, ребят, этот вирус натворил шумихи очень много... У меня микрофон, что вы, я же... Это, знаете что, это новый фильтр. Я у Тани строковой увидела. Думаю, дай-ка я тоже сохраню, и теперь я буду, видите, какая деловая. Алло, алло, Люся, алло, Люся, я усруся. Так, ну-ка, давайте-ка мне скажите по поводу Дубаи. Дубай закрывает границу, надо сейчас прогуглить. В Калининграде нормалек, все, говорят, погибает вирус в жаркой стране. Значит, ребятки, чеснок не спасет, я вам это говорю однозначно. Оля с Сашей где будут рожать? Рожать Оля и Саша будут в Москве. Короче говоря, ребята, не надо писать про Ефременкову, что она заболела коронавирусом. Это, ну, вы. Да, день рождения, конечно, будут отмечать в Москве, естественно. У внучки занятия отменили в Москве. Понятно, Ку-Ку, ответьте, СЛ теперь пожизненно в Сашелах будет или нет? Ну, Ку-Ку отвечаю. Прежде чем задать такой вопрос, думать надо, наверное, да? Смотрела сториз, вы тоже поддались панике. У Татьяны было, что вы закупались средствами первой необходимости. Ну, вообще мы это делаем каждый выходной. Честно вам скажу, как бы вам это правильно донести. Человеку свойственно поддаваться панике. Вообще я не паникер. Бля, откуда эти мухи конские, да, Юлечка моя, птичка? В третью я вчера говорила. Да, там открыто. Открыто. Все герои в третьей комнате. Эксперты в первой. Привет, привет, ребятки, привет. Привет, привет. И ла-ла-ла-ла. Так вот по поводу паники. Паники никакой нет. Но береженого Бог бережет. Поэтому. Благодарство. Сударкина. Так, что пишите? Блогеры, которые в Дубае, пожалели, что полетели там, все закрывают, и люди в номерах сидят. Странно. Наши летели, ничего, все спокойно. Никакой паники. Все спокойно. Все работает. Так вот по поводу паники. Панику никто не создавал, и никто не поддавался этой панике. Мы каждый выходной закупаем продукты, чтобы наша мама не таскала огроменные сумки. Так, Наташа позвонила. Вчера была инфа, что закрыта, а сегодня открыта только для русских. Информация на любой сайте туропиратов. Ну вот пишут люди, неправда, в Дубаях все спокойно. Что вы, ребята, там начинаете выдумывать? Милан, блин, зависла на вашем эфире, никак не могу зубы пойти чистить. Ребятки, вы лучше скажите, что у вас там в Милане происходит? Я когда вижу, когда люди выходят на балконы, поют и друг друга поддерживают, и хлопают медикам, у меня просто слезы на глазах. Все нормально в Дубае, чего вы врете? Вот, пожалуйста, друзья мои, хватит выдумывать херь всякую, ибо я сейчас начну по-другому разговаривать. Да, вот видите, так постепенно мы от Дома-2 ушли на тему коронавируса. На самом деле, конечно же, нет ничего смешного, глядя на прекрасную страну Италию, как народ остался в изоляции. Ну, на самом деле, это не смешно, и на эту тему шутить, или еще что-то, даже не вижу смысла, считаю это кощунственным. А кто в ББ будет участвовать? Когда сегодня? Сегодня, ребята, у нас будет очень сложная съемка, все увидите. Йосенька тоже спросил, я не ответила. Потому что, этот, так, никак, конечно, кашлинуть уже нельзя, скоро пердануть нельзя будет. Сразу будут говорить, идите проверяйтесь, у вас диарея и т.д. и т.п. Так, давайте ко всему подходить с оптимизмом. Значит, по поводу Сударкиной, кто следит за ее страницей, тот, наверное, же знает, да, что Сударкина на телепроект «Дом-2» не придет. Это первое. Второе, Сударкину никто не приглашал на проект. В Италии запрещено ходить по улицам, по пять человек запускают в магазин. Все серьезно, там китайцы уже приехали с пилюлями. Пожалуйста. Где Ефременкова? В Москве? Олеся еще не помирилась с Сергеем? Нет. А некоторые шутят про Италию. Ну и зря, что шутят. Сударкина говорит, приглашали. Ребят, сказать можно все, что угодно. Я, честно говоря, за Таниной страницей не слежу. Мне не до этого. Поэтому, да, некоторые дошутятся. Я считаю, вообще это грех. Шутить над такой всемирно-глобальной проблемой, но это грех, ребят. Знаете историю про баскетболиста? Нет. Бабуся, а кем вы работаете? Зайдите ко мне на страничку и узнаете, кем я работаю. Ребятки, ну а кто не хочет популярности? Все хотят. Блогеры хайпуют на эту тему. Дай бог, чтобы это были глупые шутки. Странно. У меня в Италии тетя живет там все серьезно. Очень 200 евро штраф за то, что просто гулять будут и 3 месяца тюрьмы. Да, мне тоже подписчица писала, что если без дела находишься на улице, то изначально это штраф, потом заключение. Кто Галимова? Кто Галимова по нации? Галимова татарка. Она этого не скрывает. Это по поводу того, что Никита меняет, я не знаю. Как смотреть прямой эфир с вами? Работать спряталась в углу? Что вы? Не смотрите, я сохраню эфир, потом будете смотреть. Ребят, вы что, работайте давайте. Кабинет у нас достаточно комфортный, огромный, 2 на 1,5. Почему Сударкина так ненавидит? Спросите у Сударкины, дорогие друзья. Изместный баскетболист. Так, не верил в коронавирус, на конференции начал шутить и трогать. А, да, на следующий день он заразился и закрыли лигу. Точно видела, видела репортаж в новостях, да. Он там еще с таким африкантовым в Париже отдыхает. В каком Париже? Вы что, они же на острова улетели. Нет, потолок еще не сделали. Точно видела, да, как он начал выпендриваться и трогать все микрофоны. Алена с Татьяной Владимировной, да, летят на Сейшелы, но не скоро. Пусть спит. Москва 24, включите. Вот так вот, ребятки. Значит, Алена же не СССР, но ничего страшного, будет СССР. Нет, Боняшу отдали нашему Ашотику. Ашотик теперь с Боняшей будет сидеть. У меня сегодня гимнастики на соревнования вылетели в Москву, переживая. А, гимнастки. Короче говоря, дорогие друзья, типа они не заболеют, и на Василиса ничего не надели. Ашот вчера Татьяна Владимировна долго заставила ждать на улице. А, забрали, да, они. Но я не в курсе просто. Кто будет ведущим на СССР? Антон Бек уже пока там, ребят. Будет ведущим. Вот он мне звонит. Извините. Люди странные. Я веду прямой эфир, она мне звонит и говорит, я вот нашла ваш телефон в этом, и вам звоню. Я говорю, ничего, что я сейчас прямой эфир. Добрый вечер. Так. А Мопс Ашотика похож, так это ж Мопс Черну. Дорогие друзья. Прокупиных пропустила ответ. У них заканчивается контракт. Как думаете, продлят? О чем речь? Нет, Ашотик уже вчера отдал Боню маме Марине. А, понятно. Видимо, он на два дня брал ее. Видимо, Марина на мама не могла. Здравствуйте, Вячеслав. А прилет у него как во сколько? Пизда. А он, блядь, сейчас он уже поехал в Анапу? Слушаю, Юля, что? Ну. Пусть мою. Да, да, конечно. Конечно. Так, все, ребят, по касике. Короче, все. Люблю вас, я целую, пока. Так он поехал уже. Спасибо.